Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Волгенчи, что в переводе с марийского языка означает «молния», открылся в Мариэл. Он оснащен по последнему слову техники. Центр будет работать на базе лицея «Бауманский» по аналогу сочинского образовательного центра «Сириус». Для его работы утверждены три направления – наука, искусство и спорт. Центр создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования по инициативе главы Мариэл, ныне председателя попечительского совета Волгенча Юрия Зайцева. Вальс в сопровождении роботов. Кажется, на такое способны только одаренные дети. В центре Волгенча будут учиться самые умные школьники с 6 по 11 класс. Все они призеры Олимпиад, победители научных конференций, соревнований, конкурсов. Поздравить детей, родителей и учителей торжественно открыть центр приехал глава Мариэл Юрий Зайцев. Открыть разрешаю и открыть нужно. Занятия в центре будут проходить по углубленной образовательной программе с упором на науку, искусство и спорт. И, по словам Юрия Зайцева, материально-техническая база центра – одна из лучших среди всех школ региона. Сама идея и сама система работы с одаренными детьми, я считаю, сегодня получила наполнительный импульс. И центр по работе с талантливыми ребятами принял, вот сейчас создаваясь, он принял самые лучшие практики образовательного фонда «Талант и успех». Но с учетом специфики и тех программных задач, которые по развитию, которые мы ставим перед нашей республикой. Среди экспертов, которые будут поддерживать и помогать развивать способности талантливых детей – ученые, известные актеры, художники, тренеры, руководители учреждений образования, культуры – всего более 70 человек. Центр по выявлению и поддержке одаренных детей в Алгенче открыт в Мариэл на базе Бауманского лицея. При этом один из комфортных образовательных корпусов находится на территории озера «Лесная сказка». Там и будут проживать дети во время 10-дневного обучения в центре. Занятия будут проходить по трем видам программ. То есть это будет дистанционное обучение. Ребята могут посещать наши занятия не только находясь на территории города, но и за пределами города, отдаленные районы республики. Будут регулярные программы, это по форме кружков. И будут профильные смены. Профильные смены будут проводиться как раз на базе «Лесной сказки». Так в «Биоквантуме» проходит мастер-класс по исследованию нитритов овощных культур. Здесь ребята получают знания на практике. В соседнем кабинете тема занятия молекулярные технологии. А в лектории в центре класса электротехническая система, которую применяют аграрии. Одаренным детям доступны все самые современные технологии и оборудование. Аппарат очень интересный, высокотехнологичный, дорогостоящий. Выполняет широкий спектр зельхозработок. Такие, как обработка посевов от предителей, отрыскивания. Десятиклассница Арина – победитель Республиканской олимпиады школьников по ОБЖ. В центре для одаренных детей Волгенче хочет воплотить детские мечты в реальность. Я собираюсь стать участником одаренного центра Волгенче. Хочу как-то освоить новые технологии. Мне очень нравится то, что в нашей республике появилась такая возможность для одаренных детей. Многие ребята уже определились со своей будущей профессией. В будущем я себя вижу в области микроэлектроники, так как мне очень интересна эта тема. Особенно микроэлектроника в России. Сейчас она не на самом интересном уровне. Будем поднимать, строить заводы, и чтобы все у нас было хорошо. Идеальные условия здесь созданы и для занятий спортом. Практические занятия ребята будут отрабатывать в кванториуме Бауманского лицея, как и в центре «Сириус». Здесь будут работать образовательные смены. Школьников ждут кружки, лабораторные практикумы, интенсивные программы. Будут организованы олимпиады, соревнования. На профильные смены съедутся ребята со всей республики. Они будут слушать лекции и участвовать в мастер-классах ведущих специалистов в своей области. Говорят, попасть в центр – непростая задача. Большой конкурс и сложные экзаменационные задания. Первая смена Волгенча на этой неделе уже стартует. Юные биологи и баскетболисты заедут в кампус «Лесной сказки» уже 8 сентября. На связи с тобой, управляем с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok